Позвольте сосредоточиться именно на том, что сейчас может быть доступно и использовано более-менее широко в практике, потому что на самом деле факторов, которые определяют взаимодействие между опухолью и иммунной системой, и в том числе влияют на эффективность ингибиторов, в том числе контрольных точек, масса, но мы сосредоточимся на тех, которые мы можем детектировать и как-то их использовать в планировании терапии в том числе. В первую очередь это, конечно, PD-L1, он сейчас очень широко входит в нашу практику диагностическую. Эта ситуация не очень простая, потому что, мы знаем, есть очень много разных подходов к оценке этого маркера, и даже если мы возьмем варианты, в которых может быть оформлено заключение, это оценка количества позитивных опухолевых клеток или TPS, Tumor Positive Score, который в процентах выражается. Это может быть оценено количество позитивных иммунных клеток, мы поговорим о том, как это расценивать, что это значит. Также комбайн Positive Score, который зачастую вызывает массу вопросов. Что такое TPS? Это доля жизнеспособных, позитивных на PD-L1 опухолевых клеток, и дискриминатором являются все жизнеспособные опухолевые клетки. Это, пожалуй, одна из самых простых технически и хорошо воспроизводимая в плане аналитики система оценки результатов иммуногистохимического исследования. Есть ряд сложностей, они связаны с тем, что учитывается любая интенсивность окраски, она может быть довольно низкой. Это один из источников межисследовательской и даже внутрисследовательской, довольно относительно невысокой воспроизводимости. А также учитывается не только полное циркулярное, но также линейное или пунктирное окрашивание. То есть это технические особенности, которые, в общем, осложняют оценку даже в таком виде. Что касается IC-параметра или оценки иммунных клеток, здесь все несколько сложнее, потому что оценивать количество окрашенных иммунных клеток технически очень сложно, ибо здесь мы должны учитывать не только цитоплазматическую реакцию, но и мембранную реакцию. Кроме того, мы должны визуально из подсчета изъять полинуклеары или лейкоциты, которых может быть разное количество в опухолевом инфильтрате. И кроме того, мы должны изъять визуально плазматические клетки, которые за счет внутрицитоплазматических иммуноглобулинов могут неспецифически связывать это антитело, что бывает не всегда сложно, поэтому нам приходится комбинировать оценку на рутинные окраски гематоксилином и азином и окраски иммуногистохимическим, чтобы вот те зоны, где скаплены плазмоциты, их вычленить. Кроме того, если вы посмотрите, то деноминатором, собственно, является так называемая опухолевая зона или площадь, которую занимает опухоль. Это тоже один из источников снижения воспроизводимости, потому что нет четких критериев, где эта зона заканчивается за счет, в основном, перетуморальной стромы. Где конец перетуморальной стромы? Где ее граница? Перетуморальный инфильтрат может быть выражен в очень большой степени, может занимать несколько миллиметров, если мы говорим о микроскопическом анализе. Сейчас есть более-менее устоявшийся подход относительно вот этого увеличения 20-кратного. Это объектив 20, само увеличение фактически в 200 раз. И таким образом оценивается, как правило, зона, составляющая около полумиллиметра по периферии от инвазивного края опухоли. То есть здесь у нас есть уже какая-то определенность какая-то, с чем можно работать. И фактически мы оцениваем не количество клеток относительно количества клеток, а площадь, которую занимают окрашенные иммунные клетки, относительно площади вот этого опухолевого ареала. Ну и СПС – это показатель, который иногда просит нас оценить отдельно. Главное, чтобы вы понимали, что это не какая-то отдельная реакция, это не какой-то отдельный тест. Это просто механизм оценки окрашивания на PD-L1. То есть мы можем посчитать позитивные опухолевые клетки, мы можем посчитать позитивные иммунные клетки в том или ином виде, в штуках или в площади. И мы можем учесть оба эти фактора. То есть СПС – это в том числе способ учесть, поэтому он комбинированный, учесть и позитивные опухолевые, и позитивные иммунные клетки одновременно. Опять же, подход такой же. Мы оцениваем только мембранное окрашивание в опухоли, мембранное цитоплазматическое окрашивание в мононуклеарах, к которым относятся лимфоциты и макрофаги. И соотносим это все с тотальным количеством опухолевых клеток жизнеспособных. Здесь речь не идет о долях, речь не идет о площадях. Это безразмерная величина. СПС не выражается в процентах, он не имеет единицы измерения, потому что, допустим, у нас 50% опухолевых клеток позитивны, плюс есть еще 50-60% позитивных иммунных клеток. Количество иммунных клеток значительно может превышать количество опухолевых клеток. То есть у нас 100 опухолевых клеток, 50 из них позитивно, плюс 100 позитивных иммунных клеток. Итого у нас получается в числителе 150, а в знаменателе получается 100. И величина получается больше 100, но СПС не может быть больше 100. Мы его артифициально до 100 обрезаем или округляем. Поэтому, собственно, мы говорим о том, что эта величина безразмерная, она не имеет единицы измерения и включает в себя как позитивные опухолевые, так и позитивные иммунные клетки. Этот показатель оценивается в определенных локализациях, не везде он ассоциирован с эффективностью терапии или с прогнозом. Но, тем не менее, почему он внедрился? Именно из-за комбинированного подхода к оценке двух параметров и из-за того, что он имеет выше показатели воспроизводимости среди исследователей, среди патологов. Потому что самые низкие показатели воспроизводимости имеют именно оценка иммунных клеток, если мы их пытаемся считать в штуках, а не в площадях. Поэтому мы немножко от этого уходим. И какая ситуация на сегодняшний день? Вообще, в принципе, есть два типа тестов. И это касается PD-L1 напрямую. Есть сопроводительная диагностика, когда тестирование необходимо для назначения препарата, и результат теста прописан в показаниях к этому препарату. И комплементарная диагностика, когда результат теста не является фактором, который определяет назначение либо неназначение препарата, но позволяет вам выделить группу пациентов, у которых вы можете ожидать больший эффект. То есть как-то выделить пациента, которым можно назначить препарат при его дефиците. Если год назад у нас был комплементарный тест только один, это 22C3 для пембролизумаба при раке легкого, то сейчас вы видите, что уже комплементарных тестов очень много. То есть результат теста прописан в показаниях к назначению препарата определенного, при определенных локализациях, для разных препаратов. Но то, с чем мы сталкивались и раньше, и от чего мы никак не уйдем, это разные пороговые значения. Они так и остались для разных линий терапии, для разных препаратов. И разная система оценки самого окрашивания, самой реакции. То есть видите, в зависимости от препарата мы должны оценивать либо опухолевые клетки, либо иммунные клетки, либо СПС. И опять же, в зависимости от линии терапии, либо от локализации легистотипа, зависит пороговое значение. Сейчас уже масса идет клинических испытаний, в том числе и в неодювантном режиме. И пороговые значения для назначения в неодюванте тоже будут различными. Все еще сохраняется ситуация, когда у нас нет гармонизации, у нас нет одного универсального теста, у нас есть целый набор антител, разные платформы. То есть мы должны использовать это антитело, эту тест-систему в определенном приборе. Мы не можем уйти от этого. Все попытки оказались пока безрезультатны. То есть в определенной степени мы можем коррелировать результаты окраски 22С3 и СП263, выполненные на разных платформах. Но тем не менее, для полноценной диагностики для всех видов препаратов лаборатория должна быть оснащена двумя платформами, как минимум. То есть иметь даковский стейнер и иметь стейнер Вентана, помимо того, что иметь целый набор антител. И все равно мы не можем уйти от той ситуации, что для выбора адекватного теста для каждого конкретного пациента патологоанатом должен знать, какой именно иммуноонкологический препарат вы планируете назначить. Тогда мы можем выбрать соответствующий клон, потому что клоны имеют афинность к разным эпитопам. Часть из них, как 22С3, изначально разрабатывалась для выявления именно опухолевых клеток, и они лучше работают на опухолевых клетках. Часть клонов, как СП-142 на Вентане, разрабатывалась для выявления именно иммунных клеток, и они лучше работают на иммунных клетках. И мы не можем коррелировать результаты окрашивания друг с другом и их экстраполировать. Поэтому информация о препарате, о клинической ситуации, то есть о контексте, в том числе о возможной линии терапии нужна патологу в ситуации, чтобы адекватно выбрать маркер, адекватно выбрать Т-систему и сформулировать заключение по всем параметрам, которые вам необходимы, в том числе указав сразу СПС, если речь идет об определенных показаниях либо об определенных локализациях. Следующая широко внедряемая в нашу практику система оценки предикторов к иммунотерапии – это оценка микросателитной нестабильности или дефицита белков системы репарации неспаренных нуклеотидов. Что касается оценки MSI, это вариабельность длины тандемных повторов ДНК, она выявляется методом ПЦР, это сейчас самый доступный метод технический, у него есть свои преимущества и свои ограничения, то есть это метод, который работает непосредственно с нуклеиновыми кислотами, выявляет саму микросателитную нестабильность, но у него есть, в общем, ограничения около 10% чувствительности, специфичность, собственно, как и у иммуногистохимии, если мы будем выявлять ММР, ММР – это mismatch repair, это, собственно, белки, которые осуществляют репарацию ДНК, и основная причина возникновения микросателитной нестабильности, то есть вот этих вот мутаций в количестве повторов, она связана с дефицитом белков этой системы, которые не выполняют свою функцию, не устраняют эти петли, которые возникают при репликации ДНК. Причин дефицита этих белков может быть масса на разных уровнях, они могут быть наследственными, могут быть спорадическими, и в многих локализациях очень частой причиной является эпигенетическая дезрегуляция либо метилирование в зоне, как правило, гена MLH1. То есть это самая частая причина возникновения дефицита ММР. И иммуногистохимический тест очень простой, доступный, очень легкий с точки зрения аналитики для патологоанатома, потому что это ядерное окрашивание, четыре маркера, они имеют такую гидродемеризацию, работают в парах, из них, скажем, MLH1 является доминирующим над PMS2, то есть если у нас выпадает PMS2, у нас MLH1 может иметь разный статус, но если выпадает MLH1, то всегда выпадает PMS2. То есть у нас есть еще и система внутреннего контроля качества нашей реакции вот в таком виде. То же самое касается пары MSH2 и MSH6. Этот тест, в общем, выполняется в течение одного-двух дней. Тест системы доступный, простое иммуногистохимическое исследование. И сейчас в нашу жизнь постепенно входит все-таки оценка опухолеинфильтрирующих лимфоцитов, но это такая история очень комплексная, потому что вот если мы посмотрим на опухолевое микроокружение, оно представляет из себя чрезвычайно гетерогенную клеточную популяцию, взаимодействия между членами этой популяции не до конца нам известны, и степень влияния каждого из компонентов этой системы на взаимодействие между опухолью и иммуносистемой, на чувствительность к определенным препаратам тоже нам неизвестна. Поэтому мы пока на самом деле, на мой взгляд, делаем только первые шаги в изучении вот этого всего опухолевого микроокружения. Уже понятно, что оно важно, что оно влияет, надо пытаться его изучать, но непонятного, неизвестного еще гораздо больше, чем того, что мы знаем. Мы знаем, что вот есть у нас разные клетки опухолевого инфильтрата, которые непосредственно контактируют с опухолевыми клетками, либо внутриопухолевые лимфоциты. Есть те, которые формируют вал по периферии опухоли, это в общем довольно частая ситуация, либо перетуморальные лимфоциты. Кроме того, в перетуморальном инфильтрате могут выявляться так называемые третичные лимфоидные структуры, которые из себя представляют лимфоидные фолликулы с всей их сложной организацией. В них могут формироваться в том числе и центры размножения. То есть это аппарат, который позволяет не просто синтебилизировать, то есть контактировать иммунным клеткам с антигенами, неоантигенами, но и тут же реплицироваться, осуществлять селекцию, так сказать, не отходя далеко в лимфатический узел. Здесь вопросов очень много и относительно того, где эти лимфоциты смотреть, где их считать, какие именно субпопуляции, в каких зонах, в каких единицах это все выражать. Работа ведется по разработке стандартов и подходов. Сейчас есть проект рекомендаций по оценке опухолевых лимфоцитов in general, то есть без использования каких-то маркеров для их субтипирования, просто для оценки общего лимфоидного инфильтрата. Но тем не менее, все равно история получается такова, что у нас не может быть какой-то универсальной, единой, простой системы для оценки этого параметра. Мы все равно будем говорить о том, что это сайт-специфический подход. Может быть даже гистотип-специфический подход. То есть для каждой локализации, каждого варианта опухоли, гистологического, скорее всего, рекомендации будут свои. Что касается субтипирования, то сейчас, конечно, CD8-лимфоциты, Т-лимфоциты, имеют, так сказать, большие перспективы внедриться в нашу практику для многих локализаций. Но тем не менее, в любом случае, все эти подходы требуют сейчас как аналитической, так и клинической валидации. Хотя, в принципе, оценить лимфоциты и степень выраженности инфильтрации на сегодняшний день технически не представляет сложности для патологоанатома без использования даже каких-то дополнительных маркеров или антител. Ну, в общем, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Я думаю, что к форуму у нас уже будут какие-то новые данные, в том числе и по этим вопросам. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.